Я говорю, меня зовут Артём Старченко, да? Мы здесь живём... А, я такой-то, такой-то, такой-то? Всем привет, меня зовут Артём Старченко. Здравствуйте, меня зовут Виктория Сухарева. Мы здесь живём почти 4 года. И это наша история. Я родился в далёкой Сибири, в городе Прокопьевский, Кемеровской области. Мой отец и мой дед были шахтёрами, но я решил стать музыкантом. С самого детства мне нравилось. Я играл на всём, что могло извлекать звуки. Я родилась в Украине. Когда мне исполнилось 3 года, я мечтала стать певицей. В 7 лет я записалась в музыкальную школу самостоятельно. Я училась в музыкальном училище в Симферополе. После этого мой педагог мне предложил попробовать свои силы в Москве. Я приехала в Москву. Затем был Московский театр «Опереты» и культурный центр, где мы с Артёмом и познакомились. Мы познакомились за кулисами одного из концертов, который проходил в культурном центре, где я работала. Я увидел необычайную красивую девушку в белом платье, вот с таким кринолином огромным, и была явно не настроена к общению. Ни с кем, ни с кем абсолютно не разговаривала. Я была в образе. Потом все-таки мы стали чаще встречаться, и так начали завязываться наши отношения. Мы познакомились, и буквально через 5 месяцев после нашего первого знакомства мы уже поженились. Мы поняли, что мы созданы для друга, да, наверное, Вик? Однажды в «Одноклассниках» наш друг написал у себя на статусе, что «Баянисты, кто желает на ПМЖ в Америку, пишите в личку». Знаете, так бывает. Вика подошла, я говорю, вот Паша пишет, не желаете ли вы на ПМЖ в Америку переехать? «А давай поедем. Вот Америка, это же вот море огней, это же так красиво. Давай поедем в Америку, попробуем, а может быть посмотрим, а может быть получится у нас». Мы решили, что нам стоит попробовать что-то изменить в своей жизни, и сделали мне визу Оуан, как человек с выдающимися способностями в области культуры и искусства. Когда мы прилетели, когда прошли вот эти все кордоны на границе, офицер посмотрел мою визу. Я ждал, что он будет задавать мне какие-то вопросы, потому что мне рассказывали, что там засыпает вопросами какими-то. Он посмотрел в мой паспорт, сказал «Оуан, welcome». Отдал мне паспорт и все. В Соединенных Штатах Америки мы в основном занимаемся концертной деятельностью. Наталья встречает меня. А, ну да. У вас очень красивая жена. Благодарю вас. Благодарю. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. 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 Окей, guys, ready? Так, все. Я хочу исполнить для вас свою любимую песню. Песенку Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» «Я танцевать хочу». Песенку Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» 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 «Радует нас своими успехами». «И что, поехали?» «Так, Вика, мы должны доехать до «Мочки» за 20 минут». «Да, не больше 20 минут». «Моя прекрасная леди» «Через центр». «Ой, я так люблю центр». «Да, конечно». «Я всегда, когда еду по центру, я отдыхаю». «Мы опаздываем уже больше, чем на полчаса». «Позвони как раз, пока мы едем». Она написала «Ничего, мы готовы». «Пускай повторяют». «Эммочка сегодня будет петь «Thank you for the music», «Beauty are the best» и «Alleluio». «Здравствуйте, Эммочка, здравствуй, дорогая!» «Как у вас дела?» «Замечательно!» «Ага, пасу брони, да?» «Молодец, Эмочка!» «Нас дети радуют своими успехами, выступлениями на конкурсах, призовые места на международных конкурсах, как и в Вашингтоне, так и в России». «Мне бы очень хотелось показать этот номер на конкурсе». «Ну да, она, в принципе, уже дошла до такого уровня, что можно ее уже попробовать на конкурсе, чтобы ее оценило уже более многочисленное жюри, компетентное». «Да, она может попробовать свои силы, целеустремленная, хорошая девочка, и самое главное, ей нравится петь». «Дай Бог, да, дай Бог, чтобы все не получилось». «Дай Бог». «Ну, молодец, молодец, главное, что до конца была в образе, молодец. Ну, какие-то там есть шероховатости, но это незначительно. В общем-то, у меня таких серьезных претензий нет. В конце, конечно, хотелось бы последние ноточки, чтобы они были более стабильными, да?» «Ты что там приготовила нам на пикник?» «Конечно. Я приготовила два сэндвича». «А с чем?» «Курица-гриль». «Да, твоя любимая курочка». «Яблочки взяла, да?» «Яблочки, водичку, бананчики». «Яблочки, банчики. Спасибо, яблочки». «Все, куполы уберем». «Да, уберем». «Ну, что ты нужна?» «Убедаем». «Красота, осень, молодая». «А-а-а-а!» так вот ну что с богом поехали никогда в жизни не думали что мы сюда попадем что мы здесь будем жить даже это не было у нас и в мыслях никаких никогда это настолько было все быстро спонтанно спонтанно хорошо живет на свете вини-пух от того поет одни песни вслух потому что музычку была может быть такая авантюра абсолютно мы решились на это очень очень быстро и неожиданно нам неожиданно для себя и для остальных мы уже готовы ага это зум это зум зум и да капитали и и 1 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 9 9 9 10 11 12 12 12 11 12 12 14 15 14 14 15 15 15 15 15 16 15 love you и все больше ничего не знал ну вот такая вот история вот он и праздник это классно ну давай спросим суп not spicy not spicy probably spicy it's got chili powder it's got chili powder ok 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 thank you very much вот бы мамы наши сейчас к нам приехали любым такую красоту показали как им понравилось давай позвоним когда домой придем давай привет 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 ваете лично здравствуйте ну как вас там дела мам ничего потихонечку как погода морозное морозное сколько градусов сегодня 6 градусов зима наступила работы нет зима крестьянин торжествует мам а отчет зеленые листья под снегом вот сибирь матушка а зима всегда неожиданно в сибири она вроде тепло тепло потом бас утром просыпаешься снег лежит зеленой траве но у нас тоже все нормально мы за репетицию поедем шульману хорошо ладно мамочки наши дорогие мы отключаемся у нас еще куча дел пока конечно когда я приехал сюда я понимал что от меня нужно я должен был играть на баяне ресторане для меня это было поначалу конечно очень непривычно потому что я концертный артист и привык выступать перед многотысячной аудитории в концертных залах где люди аплодируют и слушают молча и внимательно когда ты играешь а здесь совершенно другая публика но для меня было всегда это удивительно здесь в америке что когда я выходил со своими концертными номерами это действительно концертные номера публика переставала как говорится жевать все поворачивались и действительно с интересом слушали мою музыку и сейчас так я вижу что они получают удовольствие и я от этого получаю большое удовольствие это не ресторанная музыка это действительно концертные выступления то что мы делаем это концертные выступления не фон не фоновая музыка потому что это ярко громко это искренне для них звучит я хочу сказать что у нас всегда есть благодарная публика которая нас внимательно слушает ну и конечно же я занимаюсь своей любимой работой я музыкант я это люблю я с удовольствием играют а АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И КОНЕЦ И Артем Старшенко АПЛОДИСМЕНТЫ Публика благодарила меня такими бурными овациями, и подеснётами для меня это очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ И в Сан-Диего, и в Лос-Анджелесе, и концерты в Нью-Йорке, и в Балтиморе, и в Арлингтоне, в Александрии, в замечательном ресторане «Мария Ивана», который находится в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, в культурном центре, в Мэрилендском университете, для компании Google. Мы поём как для наших уважаемых американских слушателей, так и для соотечественников за рубежом. В октябре 2014 года у нас был большой концерт в российском посольстве, он назывался «Уголок России». И двери посольства были открыты для Большого Вашингтона, были гости из Калифорнии, из Нью-Йорка, из других штатов. И на этом концерте присутствовал известный дирижёр Леонид Абрамович Шульман вместе с своей замечательной супругой Ниной Паловной. И с тех пор у нас с Леонидом Абрамовичем творческая и человеческая дружба. Давай, позвони ему, скажи, что мы приезжаем к нему, сейчас я посмотрю во сколько. Я ему звоню на домашний. Попробуй, я ему вчера на домашний звонил, он не взял. Леонид Абрамович, доброе утро, душенька. Как вам спалось? Здорово, как вы себя чувствуете, как Нина Паловна? Каждый день молимся о его здоровье. Пускай готовятся к встрече, к репетиции. Готовьтесь к нашей встрече. Сейчас я скажу вам сколько. Замечательно. Значит, в 16.30 мы можем. В 16.30? Ну хорошо, ждите нас. Целуем. Привет. Мы совершенно изменились. Если в России Виктория пела классические арии, классикл, кроссовер, оперетт. Это был ее почерк, это был ее жанр. Я был народником, я пел. А здесь мы абсолютно перестроились. Полностью перестроились. Когда у нас возникла такая идея подготовить большую программу русского романса, старинного романса, конечно же, нам нужен был человек, который обладает большим опытом и сможет нам помочь в этом. Потому что мы артисты молодого поколения. И, конечно же, нам нужно учиться. Учиться совершенствоваться, постоянно совершенствоваться. И, зная Леонида Абрамовича как большого профессионала, мы решили обратиться к нему за помощью. Он любезно согласился нам помочь, потому как он знает огромное количество музыки и обладает большим опытом. Он так скучаю по тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕЗГЛИЦено ВЕЗГЛИЦЕСЛЕНТЫ На это ясно! ВЕЗГЛИЦЕВЛА 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 ТОЛЕТ ЗАДЕЛЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Приходите, пожалуйста! вот эта программа она нанизывалась как бусинки на него нанизывались великолепные старинные русские романсы он нам подсказывал также какой романс можно еще взять и таким образом у нас получилась такая гармоничная завершенная программа русского романса которую мы сейчас представляем не забудь во время проигрыша подойти кому-нибудь из присутствующих и так сказать провальсировать с вот эта программа она нанизывалась как бусинки на него нанизывались великолепные старинные русские романсы он нам подсказывал также какой романс можно еще взять и таким образом у нас получилась такая гармоничная завершенная программа русского романса которую мы сейчас представляем ну что candy центр готовься вот если бы скоро была возможность выступить в канаде центре нужно постепенно поговорят американцы стэп-бай-стэп стэп-бай-стэп до а цели и а а а а а а мы чувствуем что это людям нужно и это людям нравится и они ждут от нас чего-то нового интересного мы стараемся это большая работа мы работаем мы меняем из всего над собой мы стараемся именно это дать слушателям потому что мы чувствуем что у нас нуждаются люди и то искусство которое мы даем им оно нужно что мы вытаскиваем и мы чувствуем что у нас есть не да и мы-то живем по моему Я имею белорусские корни, белорусские и литовские корни. Музыка, по-моему, в крови. Выйти на большую сцену вообще-то непросто. Ну вот, я считаю, что Виктория Сухарева очень способна. Хочу как можно больше гастролей, хорошую крепкую семью. Мне бы хотелось, чтобы супруга подарила мне как минимум двоих детей. Мальчика и мальчика и девочку. Так трое получается. Конечно же, мы не будем сидеть на месте. Хочется продолжения, хочется новых больших концертов. Благодарных зрителей, вот этой искренности и любви. В моем представлении Америка – это море огней, это счастливая, красивая жизнь. Я в счастье. Сегодня у нас 5 апреля. Мы находимся на Таймс-Сквер. Я в жизни вижу такое величие, такую красоту, такой красочный мир. Я сегодня самый счастливый человек. Привет. Привет на Украину и в Россию. Я в жизни вижу. Субтитры создавал DimaTorzok